Всем привет! И сегодня у нас диалоги о хамусе. Меня зовут Анвар, его друг зовут Ильдар Гемодеев. И у нас сегодня в гостях замечательные девушки, суперталантливые, артистки, играющие на хамусе, биржбозы. Меня зовут Нарьяна, Нарьяна Ринанта. Меня зовут Альбина, я основатель и руководитель этногруппы Айрхан. Обучила, вырастила много поколений якутских хамусистов. Раньше я преподавала в высшей школе музыки и в Якутском музыкальном колледже. И сейчас вот мои ученики, мои выпускники, они работают во всех улусах нашей Якутии. Многие из них очень хорошие преподаватели, очень хорошие руководители хамусных, фольклорных, музыкальных коллективов. И некоторые из них работают в музыкальных школах. Некоторые мои ученики уже являются признанными известными хамусистами, которые известны не только у нас в Якутии, но буквально по всей России, по всему миру. Здорово! Примерно с какого года уже ваши школы по хамусу действуют? Так, я начала преподавать в высшей школе музыки в начале 90-х годов, где-то с 94-го, 3-го, 4-го года. Ну, тогда не было такой профессии преподаватель хамуса, да? И поэтому я просто начала обучать тому, что умела сама. Но в те времена хамус не был таким популярным инструментом. И поэтому, чтобы заинтересовать молодёжь, детей, начала придумывать новые приёмы, начала внедрять новые техники игры и искать новый стиль. К счастью, это было очень интересно моим ученикам. И для того, чтобы обучить их, я ещё начала придумывать свои авторские композиции. И эти композиции очень нравились моим ученикам. Им было очень интересно обучаться, осваивать и играть эти композиции. И таким образом, благодаря интересу моих учеников, благодаря тому, что у них был интерес к моему творчеству, таким образом мы начали новые направления. А кто вот в тот период вдохновлял вас? Был ли такой хамусист? Да. В те времена был ансамбль хамусистов «Алгыс», в котором руководили хамусуйбани Ваня Гуршавиксеев. И в этом коллективе было всего девять хамусистов, но все они играли вот в разных стилях. И они были моими кумирами, они были примером для меня. В том коллективе особенность была в том, что каждый из них играл по-разному. У них не было такого единого стиля. Например, хамусуйбан для меня был как классика якутского хамуса. А Спиридон Шишигин, у него лирико-музыкальный стиль игры. Он играл мелодии песен якутских мелодистов тех времен 70-х, 80-х годов. И были также очень яркие и сильные хамусисты. Это Александр Пахомов, который впервые внес в такой стиль прием кукушка на хамусе. И был также мой старший брат Георгий. Он тоже был солистом этого ансамбля. И у него тоже были очень своеобразные, интересные горловые призвуки, горловые звуки. И был очень яркий, интересный хамусист, виртуоз мира Пётр Петрович Агатоев, который первый начал играть имитацию голосов разных птиц. Он первый начал делать имитацию голоса кукушки голосом и также голоса чаек. И у него была очень интересная композиция «Утро в тундре». И вот их творчество было для меня примером. И это вдохновило меня. И потом, когда я уже закончила учебу, и когда я уже пошла работать в высшую школу музыку, для того, чтобы придумывать новые приемы, для того, чтобы искать какие-то новые звуки на хамусе, для меня большим вдохновением было их творчество. Опираясь на их опыте, на их приемах, я стала искать свой собственный стиль, стала искать новые звуки. И поэтому я очень благодарна, что в молодости, в совсем юном возрасте, мне посчастливилось попасть именно в этот коллектив. и поступать вместе с ними, со своими кумирами вместе на одной сцене. И потом, когда я уже начала обучать молодых, для меня это было, наверное, как ответственность, возложенная на мои плечи, потому что дело, начатое ими, надо было продолжить и донести до молодого поколения. Для меня это было, ну, как ответственность. Так, продолжение дела своих предшественников. Вообще, ну, вот этот стиль, когда голоса животных, природа соединяются в композиции, это очень такое прям воодушевление, когда это всё слышишь. И здорово то, что вы это всё смогли донести другим, значит, людям, которые сейчас это ещё больше раскачивают. Мне кажется, в наше время это очень актуально, именно соединение с природой, чтобы человек помнил, что он вышел из природы, и природу нужно сохранять. У меня такое предложение, может быть, вы сыграете как раз... Можно вместе попробовать. Да. С вами коннаборации на эту тему можно сразу создать. При стиле игры Айрхан у нас очень важное значение имеет дыхание, и у нас всё, наш темпоритм, наша мелодика, и все наши голосовые звуки, они всё зависят, все зависят от дыхания. И у нас также должно сопровождаться темпоритм произведений, ритмические рисунки. Должны чувствовать друг друга, когда в должности играют. Да, мы должны чувствовать дыхание друг друга. Именно дыхание, и должно именно произойти вот такая вот идиллия. И у нас, даже когда у нас хамусы разных тональностей, когда мы начинаем одинаково дышать, у нас даже получается в унисон. Это всё происходит за счёт дыхания. Наверное, самую нашу известную композицию, на которой выросло не одно поколение из моих учеников, «Ликенду асапари» и «Райф». «Ликенду асапари» и «Райф». Продолжение следует... 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 Продолжение следует...